О налоговом послаблении бизнес просит давно, еще с тех пор, когда значительно возросла нагрузка по отчислениям в пенсионный фонд. В Хакасии, как еще в 76 субъектах страны, лед тронется в середине лета. Но не для всех. Государство решило начать с малого. Послабление коснется лишь индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 15 июля 2015 года и работающих по упрощенке. Причем у них должно быть не более 15 работников и доход в пределах 7 миллионов 900 тысяч рублей. Такие ИП в зависимости от режима уплаты сборов будут освобождены от налогов, связанных с доходами, или ставки для них будут снижены. Каникулы наступают и для тех, кто работает по трудовому патенту, но в определенных сферах. Это бытовые услуги, пошив одежды и обуви, выпечка хлеба и производство молока и другие. Всего 20 видов деятельности. Эта мера государственной поддержки рассчитана на выход из тени нелегалов, на легализацию все-таки теневого бизнеса. Потому что в такой ситуации, при таких условиях, все-таки налоги платить выгоднее, чем находиться в тени. Вместе с тем эксперты не берутся прогнозировать бум предпринимательства в Хакасии. Тех, кто занимается малым и средним бизнесом, стабильное число. И вопреки ожиданиям, ухудшающаяся экономическая ситуация пока не спровоцировала отток из коммерции. Но и бурное развитие тоже под вопросом. Предприниматели душат не только налоги, но и, к примеру, высокие энерготарифы. Между тем, в прошлом году в бюджет Хакасии от них поступил 1,2 млрд рублей.